Здравствуйте дорогие друзья, с вами Валерий Бовсыновский. Перед собой вы видите школу Blockchain с нуля плюс Python, плюс солидность язык, программирование, обучение, разработка, смарт-контрактов. Эта школа рассчитана для начинающих программистов, но я думаю, что много чего интересного найдут в ней и новички. Мы здесь будем изучать блокчейн, строить децентрализованные приложения, работать с криптовалютой, писать умные смарт-контракты. Вообще вокруг смарт-контрактов и построим наше обучение. Ссылка на сайт blockchain.spb-tut.ru в описании видео. Кто меня еще не знает, школу я веду вообще с 2013 года, поэтому почитать можно, значит, вот о школе нажать и посмотреть другие мои, обо мне, другие мои проекты. То есть подхожу я серьезно. Ребят, ну я решил, значит, работал, объявил я о создании школы еще в декабре 2017, практически много месяцев, сейчас сентябрь, практически больше полгода ушло на создание плана. И начинаю я школу с того, что мы начнем рассматривать, а что же такое блокчейн. В интернете много информации, но, как правило, большая часть информации очень поверхностная. Мы с вами будем в первую очередь программировать, то есть писать код. В данном видео кода не будет. Сейчас в первую очередь я полагаю, что очень важно понять, как работает блокчейн, и мы возьмем для этого вообще биткоин. Потому что биткоин реализован по системе блокчейн, да, и реализован там очень круто. Мы с вами будем разрабатывать на пайтон, на котлин, на солидности, на разных языках и больше углубляться в код. Но еще раз повторюсь, мы взяли биткоин не для того, чтобы работать только с биткоин, а для того, чтобы понять, что такое блокчейн. Я не знаю, сколько получится видео, три или четыре, но в первом мы рассмотрим, как работают сделки. И будем рассматривать очень подробно. Ребят, очень важно. Система блокчейн очень сложна, но вас это пусть не пугает. Почему? Потому что есть эфир, который, допустим, эфириум, который разработал уже блокчейн. Мы будем ей пользоваться как конструктором. Вам достаточно выучить язык, понимать, что вы хотите сделать, и дальше мы просто работаем с блокчейн как с конструктором. То есть сам блокчейн, его устройство вам писать не нужно, потому что он создавался десятками людей, умнейших математиков, которые очень четко всю жизнь отдали науке криптографии. Поэтому нам достаточно знать, как это работает. Давайте углубляться. Итак, рассматриваем на примере биткоина. Блокчейн. По сути дела, вот сейчас вы видите три графы. Третью я сам приписал. Валера, Игорь, Нина, Валентина. На самом деле в жизни эти все аккаунты, они анонимны. В данном случае эти цифры обозначают биткоины. Но, заметьте, мы будем говорить в этом уроке, что вместо денег может быть все что угодно. Это я и хочу. По сути дела, система блокчейн простыми словами, это бухгалтерский учет, распределенный между компьютерами. По сути дела, вот если мы посмотрим на сеть, то каждый участник сети будет знать о каждой сделке. То есть, копия файла хранится на всех компьютерах. Ну, давайте я отвлекусь. Вот такой пример. Например, часто мы видим в других странах землетрясение. Смотрите, был там центр сохранения информации, прошло землетрясение и все разрушилось. Сгорели там диски, компьютеры. Если бы это было сохранено в системе блокчейн и сохранилось хотя бы одно устройство, то информация была бы сохранена. Реально? Классно, да? Поехали дальше. Вопрос, на который нужно ответить. Ребят, я очень долго готовил слайды, я говорю, хочу, чтобы вы вникли. Какое значение имеет блокчейн в цифровом мире без людей? Ребят, никакого. То есть, это просто работа криптографии и очень сложных математических форм. Но когда он начинает работать? А тогда, когда мы люди, мы хотим обмениваться товарами и услугами и делать это безопасно. Блокчейн, основная ключевая возможность блокчейн для нас, это убрать доверие. Ведь все в сети, когда ты что-то покупаешь, что-то делают, а доверяю или не доверяю, так вот, блокчейн, такую человеческую потребность, как доверие, он вообще не учитывает. Изначально ставится, что никто никому не доверяет, все анонимны. И здесь доверие и не требуется. Здесь важен, сама сеть построена только на том, что есть потребность. Я хочу купить автомобиль из блокчейн. Что мне обеспечит? Я его точно куплю. Вот в этом видео, в этой первой части, нам надо разобраться, а почему я уверен, что я могу точно его купить. То есть, неважно, если я живу в Белоруссии, а другой человек живет там где-то во Флориде, и у меня есть деньги, у него есть автомобиль, система блокчейн точно проверит, что у меня есть деньги, а у него есть автомобиль. По-другому быть не может. И я его точно куплю. Мне не надо ни доверять этому человеку, просто эту категорию я исключаю. Основное из этого слайда, сеть блокчейн, дает возможность не учитывать доверие, а просто получать, что хочешь. Итак, вывод первый. Сама по себе работа блокчейн – это цифры. Но так как мы, люди, хотим обменивать информацией, обменивать товары, услуги, мы сами придаем значение блокчейн. Что из этого можно вывести? Не цепляем сейчас, ребята, биткоин, я рассказываю, потому что, чтобы показать реализацию. Зачем я взял биткоин еще? Вот от себя скажу. Вот смотрите, я видел, пошли в сети такие вещи, а что будет, а что не будет? Ребят, да откройте глаза. Блок биткоин втянул уже миллиарды долларов. Какие еще доказательства? Система работает. И делает ее, эту систему, живой. Мы, люди, никогда не произойдет того, чтобы мы перестали обмениваться информацией, товарами и услугами. Никогда. Мы поэтому и делаем живым блокчейн. Что для нас блокчейн сам делает? Ребят, если сухой остаток, сказать так. Мы хотим получить товар или услугу, или нечто еще. И мы не хотим думать о доверии. То есть, мы хотим просто получить. Мы не хотим тратить время о доверяю, о проверке. Так вот, блокчейн дает это сделать. Сразу забегаю вперед и говорю. Ребята, блокчейн дает возможность зарабатывать и разработчику, мы дойдем до этого, и пользователю. Все остаются в тренде, да? То есть, все получают. Поняли? Теперь. То есть, блокчейн нам дает опустить возможность такую категорию, как доверие. Она здесь не нужна. Здесь все проверяется. Это правильно. Потому что вы же все в интернете. Вы понимаете, что каждый может выдавать себя за кого угодно. Но блокчейн построен так, в конце видео вы должны это понять, что блокчейну не важно, кто вы, что важно, только есть условия сделки, или есть ли у вас деньги, машины, или то, что я хочу получить. Это мы будем рассматривать уже позже, в такой категории, как умный контракт, да? Но пока давайте дальше идти. Чтобы понять блокчейн, давайте разберем, как работает биткоин. Ведь я говорил, он реализован на блокчейн. Биткоин – ничто иное, как криптовалюта, реализованная по принципу блокчейн. Здесь второй ответ на вопрос для тех, кто уже думает. Биткоин, вот, ребята, я это говорил в предыдущем видео, биткоин уже втянул в себя реальные миллиарды долларов. Какое еще доказательство нужно? Деньги – это самое веское доказательство. И знаете, как я для себя решил? Мне неинтересно читать, что с ним будет, заменит или не заменит он что-то. Я просто знаю, что я программист и хочу владеть этой технологией и уметь внедрить ее, чтобы заработать для своей семьи. И вас приглашаю пуститься в это путешествие прекрасное. Итак, давайте посмотрим, как работает биткоин. Если мы хотим переслать деньги, то минимум по пересылке, если, например, мы отправили 20, то должно остаться 30. Вот возьмем, с этого подойдем. То есть, по сути дела, если брать просто блокчейн, то у нас было 50 монет, мы отправили 20, у нас должно остаться 30. Так вот, мы дальше рассмотрим, во-первых, механизм отслеживания блокчейн. Как он отслеживает деньги? Вот, допустим, если бы мы взяли вебмани, вебмани отследят, что, допустим, мы отправили 20, у нас осталось 30, и вебмани всегда будут знать, сколько на счету. Блокчейн никогда не будет знать, сколько у вас на счету. И никто не будет знать, никто не контролирует. До этого мы найдем. Первое важное отличие сети биткоин от банка. Здесь все участники сети знают о тракзации. То есть, абсолютно каждый участник ведет общий бухучет. То есть, по сути дела, если у нас было 50, мы отправили 20. И о том, что мы отправили 20, передается всем другим участникам. Все узнали, да, все другие, что мы отправили. Кто мы, это никогда никто не будет знать. Это, в первую очередь, сеть анонимно, да. Давайте дальше смотреть. Важный вопрос, который я хочу именно поднять. Если сравнить банк с блокчейн, по минимуму вы банку должны доверять. Вы будете переживать, а будет ли кризис? А есть ли деньги у банка? А не закроется ли он, как в России его часто показывают? Да, был банк, бац и нету, да. Так вот, блокчейн, ребята, вообще-то опускает категорию доверия. Здесь все анонимны всегда. А сделка должна быть точно проведена. Мы не будем сейчас углубляться, как это делается, да. Да, сам механизм посмотрим, но мы не будем углубляться в математические операции. Ведь многие не математики. Нам достаточно изучить блокчейн, как конструктор. Потому что сама система уже создана. Сейчас пока выведем факт, что блокчейн создан специально так, что не требует категорию доверия вообще. Итак, это вот если я пишу Вика Борису для лучшего понимания. На самом деле, каждый аккаунт вообще не имеет никаких имен. Например, если Вика хочет переслать деньги Борису, она их просто переводит, но об этом оповещается вся сеть, да. Вывод. В блокчейн каждый узел обновит информацию о том, что Вика отправила деньги Борису. Они могут не знать друг друга. Важно только то, что каждый хочет получить. Например, у Вики, ребят, очень важно. У Вики было 10 биткоинов, у Бориса был там дом, да. Забегу вперед. Нам достаточно знать, что у Вики есть 10 биткоинов. сеть блокчейн должна проверить, как мы узнаем позже. А у Бориса есть дом. Но о том, что произойдет сделка, будут оповещены все участники сети. Это важно. Потому что в любой момент, когда бы человек не подключился, мы увидим в конце, он всегда будет знать обо всех транзакциях. Возникает вопрос, но как каждый участник системы может быть уверен, что деньги отправились, и запрос является подлинным? Блокчейн об этом, и конкретно в биткоин, заботится механизм подписи. Он исключает подделку. Двух одинаковых подписей не может быть. Конкретно в биткоин владелец может разблокировать средства при помощи пароля. Этот пароль и носит название электронной подписи, как в жизни. Просто в жизни мы что делаем? Мы вставляем электронную флешку, как подпись. Здесь это генерируется при помощи пароля. Сама электронная подпись. Ребят, обратите внимание. Ведь мы опустили категорию доверия вообще и имеем дело с незнакомыми людьми. То есть, по сути дела, электронная подпись, как сам факт в жизни, криптографии, уже используется всем миром и давно. Но в блокчейн есть особый механизм формирования электронной подписи. Это реальная ситуация. Допустим, ну, говорю, примерно нереально. Если Алиса Бобу там отправляет 5 блокчейн, то формируется для каждого электронная подпись. То есть, фактически происходит и в биткоин, и в любой сети блокчейн владелец аккаунта использовать свой пароль для создания, на самом деле, двух ключей, двух цифровых подписей. Первая цифровая подпись является приватной, вторая – публичной. Одна и вторая – это набор цифр. Ребята, публичную цифровую подпись могут проверить все участники сети. Эти подписи связаны между собой. И важным фактом системы блокчейн является то, что при проверке публичной подписи она внутри блокчейн ссылается, так как она связана на приватную цифровую подпись. И поэтому все участники сети могут четко понимать, что эта сделка подлинная, и она прошла, или проходит. Да? Она прошла. Но то, что имеет доступ к... Здесь в чем изюминка? Имея под доступ к публичной цифровой подписи, к ней имеют доступ все. Нам системе не нужно демонстрировать приватную, так как они связаны внутри системы. И каждый участник может проверить. Это важно. Важно понимать, что каждый участник сети может проверить, что сделка прошла. И что участник сети, чья публичная запись, является владельцем. на самом деле роль публичного ключа, который могут проверить все, больше. Когда, вот возьмем биткоин, когда участник системы отправляет деньги, то он отправляет их на публичный ключ. Ребята, в первую очередь на публичный ключ. Теперь у нас стоит вопрос. Для нас, как для людей, разбирающихся, важно, ведь участник должен доказать, что он является истинным владельцем средств. Да? Так вот, в системе блокчейн есть такое понятие, как транзакция. Ну, грубо говоря, ребята, простым языком, вот транзакция, там 10 биткоин, и имеет значение подпись транзакции. в подпись. То есть, в подпись. То есть, вот этот момент надо в блокчейн понять. Именно подпись транзакции при проверке, при проверке публичного ключа мы можем проверить подпись, которая связана с приватным ключом, и четко понимать, что да, эти деньги у этого аккаунта есть. и надо здесь важно понять такую вещь, что блокчейн имеет понятие важное значение сама подпись. Не сумма, потому что здесь сейчас, вот смотрите, здесь сейчас 10 биткоинов, но здесь может быть авто, ну документы на авто, фото, здесь может быть комментарий, да все что угодно. То есть, при помощи блокчейн, это мы рассматриваем как биткоин, потому что он доказал свою эффективность, но на самом деле самим моментом передачи может быть все что угодно, но во всех этих, что бы ни происходило, имеет значение, что именно под каждой транзакцией ставится электронная подпись, которая подтверждает, что это сделал тот или иной аккаунт. Опять повторяемся, да, другие участники могут проверить по публичному ключу, что приватный ключ принадлежит тому, кто отправил без необходимости видеть ключ. Это благодаря математическим алгоритмам криптографии. Нам в это залазить не нужно, нам надо просто понимать. Еще раз подводим итог. Подпись зависит от сообщения, которое содержит публичный ключ. и который проверит другие участники. То есть само сообщение могут проверить все участники сети. А давайте на этом этапе вообще уберем биткоин. Отличемся от биткоина, и будем передавать нечто другое. На самом деле не важно, что передается, что угодно. Комментарии, документы для суда, фото, события дня. Я забегу немного вперед. ведь сама транзакция имеет точное время. И если мы сохранили нечто в сети блокчейн, то это всегда останется на одном и том же месте. И вот здесь нас, как разработчиков, будет интересовать. вот это и сделал, допустим, эфир, эфириум. Он разработал систему, которую можно внедрить, то есть внедрение блокчейн во что угодно. И мы, по сути дела, не вдаваясь в алгоритмы криптографии, а используя только как конструктор, встраиваем блокчейн в любое наше приложение. Эти приложения называются приложениями децентрализованными. вот давайте я вам расскажу небольшой пример. Наверное, его запланировал позже, но вот смотрите, вот здесь вы вместо биткоин взяли фото. По системе блокчейн вы создали сервис по сохранению фото. Если я сохранил фото такого-то числа, допустим, 16-го года, и сервер, сервис этот, подразумевая, что это фото защищено авторским правом, то мне не надо ничего доказывать. Достаточно сайте реализовать механизм сравнения фото. Например, где-то выложили мое фото, я просто беру и механизм блокчейн сайта сравнивает и после этого выдается доказательство, да, именно это фото было загружено такого-то числа и так как это подтверждено смарт-контрактором и подписью, это не требует доказательств. И мне больше не надо доказывать свое авторское право, потому что это уже непреложный факт. Так же могут храниться факты, так же могут храниться события и все другое, так могут храниться комментарии, так могут делаться игры, это уже не важно, это надо понять смысл, мы просто пока рассматриваем сам блокчейн на основе биткоина, я стараюсь отвлекаться, чтобы донести до вас, что система блокчейн это просто технология, и мы разбираемся, как она работает. Опять немножко отличемся от биткоин, вот это мобильный блокнот, ребят, а я сейчас вам говорю, я хочу, чтобы вы взяли основную фишку, вот вы как начинающие программисты, пожалуйста, сейчас услышите эту фразу, блокчейн дает возможность заработать и разработчику, и программисту. Представьте ситуацию, вот блокнот, пользователь использует блокнот, это обычная программа, хорошо, если ранее был блокнот, смотрите, ранее это был блокнот, только для ведения записи, который имел свою некую базу данных, да, и мог использоваться только участникам, да, то есть участники скачивали копии блокнота, а вы появились разработчик, которого я заинтересовал, и сделали блокнот по системе децентрализованного приложения, при этом абсолютно каждый участник скачивает себе блокнот, пользуется этим блокнотом, как и раньше, записывает что-то, но теперь этот блокнот можно повернуть как хотите, это может быть просто блокнот, это могут быть вести какие-то записи, которые будут как доказательство, это может быть уже и заработком, обратите внимание, ведь информацию можно продавать, если вы берете, делаете приложение блокчейн, но вводите туда еще, допустим, биткоин, ребят, если вы считаете, что это сложно, не смешите, не смешите меня, на самом деле, на сегодняшний день, чтобы создать свою валюту, достаточно пяти минут, мы будем это рассматривать, это называется грубыми словами крашеная валюта, вам не надо придумывать свой биткоин или свой эфир, вы просто берете, создаете на основе алгоритма эфира свою валюту, называете ее там гав-гав коин, или там как хотите, и все, эта валюта может использоваться в вашем блокноте, и люди ею могут рассчитываться при этом эти деньги свои, которые называются гав-гав коин, могут быть скомментированы и в эфир, и в биткоин, и выведены, классно, классно, то есть по сути дела, если даже взять, я взял для примера простой блокнот, совершенно знаете, ну самое простое, наверное, записями все пользуются, но на самом деле, если вы посмотрите на блокнот, то оказывается, а с блокнотом можно сделать хранилище, а в блокноте можно сделать продажу записей, а блокнот можно использовать для чего угодно, вы понимаете, что вступает в жизнь еще финансовый механизм, и теперь от этого блокнота, который раньше был просто блокнотом, он начинает приносить деньги и пользователю, и разработчику, и надо просто изучить эту систему. Мы еще не рассматривали, но это все прописывается умным контрактом. Кстати, в Республике Беларусь он уже на государственном уровне сделан закон, и все страны начинают подтягиваться, то есть в скором будущем и в других странах, допустим, в Венесуэле уже есть своя государственная там криптовалюта я смотрел, в скором будущем все государства реализуют закон о смарт-контракте. Это то же самое, что сегодня цифровая подпись. Разница в том, что разработчику в этих условиях очень легко. Ему никому не надо ничего доказывать. Ему просто надо будет прописать условия умного контракта и все. И дальше нет никаких доказательств. Так вот, давайте добираться, а как же это устроено? Итак, ребята, пока продолжим биткоин, чтобы понять блокчейн глубже. Мы с вами остановились на сообщениях или можно назвать транзакциях, то есть на подписи. Важно! Ребят, цифровая подпись, публичный ключ формируется для каждой транзакции разной. То есть не может быть двух публичных ключей одинаковых. Отсюда нам надо еще вынести одно звание. Цифровая подпись системе блокчейн публичная используется только один раз. И эту подпись может проверить каждый участник. Ее нельзя модифицировать или изменить? Ведь посмотрите вот эту кривую, да? Вот это упрощенная цепочка блоков. Тут три участника. Вот тут я вынес просто нашу транзакцию. Вот смотрите, здесь цифры 1, 2, 3. Давайте я попробую в неком месте вот здесь я 1, 2, 3 изменил, изменил сам специально 1, 2, 4. Но мы с вами говорили, что система блокчейн устроена так, что и публичный ключ используется только один раз и остается навсегда, сколько в сеть не жило. И изменения в одном месте ведут изменения во всей сети до и после. То есть получается, что в данном случае сразу транзакция бы стала недействительной, потому что система бы это увидела, так как все коды формируются на основании предыдущего. То есть сообщалось, что эта транзакция 123 произошла этому блоку, но здесь были свои куча цифр, там 0, 0, 225 там допустим, вот этому следующему блоку и изменение, любое изменение подписи ведет к нарушению целостности всей сети, потому что мы с вами рассматривали, что каждый участник сети получает полную копию всех транзакций. сейчас я потерялся немножко. Это вы услышали, то есть это наша защита, вот так реализован блокчейн. Мы не будем даваться подробности криптографии, так как это разработчикам не нужно, криптография это целая даука, нам достаточно понимать, как пользоваться плодами системы блокчейн. Сейчас мы разбираем цифровую подпись, то есть нас интересует в данном участке видео это как она проверяется на подлинность, потому что ребята, еще раз говорю, мы будем брать готовые инструменты, например эфириум и пользоваться этим как конструктором, да, мы будем писать реальный код на пайтон, но саму систему блокчейн нам писать не надо, мы ее просто применяем, хотя мы будем разрабатывать и свои, чтобы понять глубже, сейчас нам надо понять алгоритм. у нас еще остался один вопрос, хорошо, вот смотрите, хорошо, вот мы перевели 10 там биткоинов, а сколько денег осталось на счету? На самом деле биткоин вообще не контролирует, а сколько денег осталось на счету? Биткоину достаточно знать, достаточно ли денег для совершения сделки, больше его не интересует, сколько там еще денег осталось, то есть смотрите, сама система блокчейн у вас не контролирует, что у вас есть вообще, да, то есть систему на данный момент времени интересует только условия сделки, ну например, вот есть два участника сети, которые хотят один другому что-то передать, например, самый простой вариант и понятно, это передать там аккаунт передает 10 биткоинов, а здесь он покупает кепку, 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 ну я немножко в будущее наверное забегу сейчас, по сути дела систему блокчейн не интересует, а сколько у нас 100 кепок или 200 кепок, а сколько у него сейчас 10 10 этих биткоинов или 10 тысяч, это не интересует, мы дальше подойдем, есть такое понятие, как смарт контракт, то есть умный контракт, который смарт контракт, который например уже в республике Беларусь в парке высоких технологий, то есть выведен на законодательный уровень, есть условия и то есть полностью принимается государством, поэтому многие бросились в Беларусь делать свои приложения. Но я вам говорю, что в ваших странах все это будет принято. Вот смотрите, по сути дела, если бы мы взяли другие системы, я не буду называть, да, то там по сути дела она централизованная, может система проверить, а сколько у вас денег, блокчейн это все анонимно. Блокчейн интересует только момент сделки. Ну давайте я вам подскажу идею. Ну например, я продаю кепки по системе блокчейн. Вот этот человек находится во, ну не буду сейчас маленький, пусть будут такие, в Беларуси, а вот этот в Флориде, ну например. Но при этом я хочу купить кепку. По сути дела, то, кто продает кепки, если он сделал по системе блокчейн, то он бы мог все автоматизировать. То есть предоставить все только роботам. По сути дела, пришел, загрузил кепки, и система знает, сколько кепок. Я говорю, так может немножко преувеличено, но скоро к этому придем, точно. И если я хочу купить кепку, да, у меня есть 10 долларов, то по сути дела, я сам все делаю в систему, да, я сам все делаю в систему, у меня есть, допустим, робот, который работает без меня, и сюда на вход я загрузил там 50 тысяч кепок. Я зарегистрировался в этой системе, это уже будет там, допустим, не биткоин, а некой там фьюти-мути, ну, я говорю там, к примеру, да, и объект сделки 10 там мафти-пафти коин стоит кепка. Когда мы будем рассматривать смарт-контракт, да, и то же самое биткоин проверяет кепка, есть ли кепка с одной стороны, и есть ли у меня 10 этих муфти-фуфти, да, коинов, вот давайте вернемся чуть позже. Сначала у вас станет вопрос, ну, хорошо, я не загрузил, не получится, ребята, блокчейн тогда работать не будет, почему? А вот тут у нас блокчейн вводится понятие входа, то есть блокчейн не может работать без входа и без выхода. И вот давайте сейчас кепке вернемся, да, это слайд 21, то есть вы могли бы сказать, да, что, о, я вообще не загрузил кепку, а он заплатил, не получится, просто блокчейн тогда не будет работать, почему? Потому что существуют предыдущие блоки, допустим, я должен был прийти, ну, это как бы такая вот хавалка, куда нечто загрузить, да, и я должен был загрузить там, допустим, 100 кепок, при этом всей сети уже сообщилось, что я в автомат загрузил 100 кепок, здесь нельзя, допустим, взять там, и здесь доверия вообще нет, здесь тупо техника, загрузил 100 кепок, все участники узнали, кепки есть, то есть, если мне надо одна кепка, а загружено 100, то одна точно есть, и проверили с той стороны то же самое, вот давайте вернемся, то есть, а система проверит на вход, а были ли введены 10 или более биткоинов, например, да, или там коин, моин, ну, вы поняли, да, так вот, неважно, откуда они пришли, от другого участника, я купил или кто-то перевел, но блокчейн обратится к предыдущим транзакциям, и это очень сильно, и эти предыдущие транзакции вы не сможете как-то изменить, потому что если мы берем вопрос с кепкой, то, извините меня, вот тут загружено 100 кепок, проверены параметры, да, и разослано все участникам сети, то, что было загружено 100 кепок, предыдущая транзакция, и когда мы подошли к сделке, то есть система с этой стороны проверила, а были ли действительно получены эти деньги, а были ли загружены сетки, и на момент смарт-контракта он все это, это все будет прописано в смарт-контракте, понимаете, мы к этому придем, сейчас механизм подписи, механизм проверки, таким образом, мы полностью исключаем понимание доверия, доверия, да, нам оно просто здесь не нужно, есть механизм, который проверит, и проверит на наличие сделки, на момент времени сделки, я хочу купить за 10 там buy-in-mine-coin кепку, у меня должно быть 10 этих единиц, а там должна быть кепка, все, при этом о наличии кепки знает каждый участник сети, но он не знает чья это кепка, и не знает чьи эти деньги, это не важно, это поняли, возьмем реальную ситуацию проверки, как это выглядит в биткоин вообще, по сути дело, вот, были хэши, предыдущие, на сумму 139,616 биткоин, то есть, перед следующей операцией биткоин проверил, если человек хотел бы перевести этих 10 биткоинов, да, за кепку, ну, я утрировано говорю, потому что там биткоин несколько тысяч, но я говорю, вы понимаете, сам смысл главный, то биткоин до этого проверил, что действительно были получены транзакции, которые на данный момент составляют 139,616 последние, то есть, опять возвращаемся, проверили, доверие, недоверие, блефы, здесь просто нет места, здесь есть факт, по сути дела, мы открываем для себя понятие наличия факта, да, подтверждения, это цепочка валидации, то есть, по сути дела, вся вот эта цепочка, наличие всего лишь одной кепки, которую мы хотим купить, но на самом деле система блокчейн делает большую работу, она проверяет всю цепочку валидации, валидации вплоть до первой транзакции, и при этом, ребята, сейчас важный момент, подождите, я проговорю, а потом, возможно, повторюсь, но это важно, ребят, вот сейчас я, смотрите, важное, очень, да, просто, вот человек, который сделал вот эту продажу кепок по всему миру по блокчейн, он до этого создал свое программное обеспечение, вот вы, допустим, будете использовать программное обеспечение эфириум, да, эфира там, или какое-то другое, да, уже есть и от линукса, мы будем рассматривать систему блокчейн, и вместо, вот, допустим, в эфир, это эфир, но у вас будет тоже, как бы, не кошелек, а другая какая-то вещь, которая будет, что, давать человеку или мобильное приложение, или веб-приложение, и при этом, вы скачали себе это приложение, и это приложение получает такую вещь, сейчас, ребята, как все транзакции, когда-либо, проведенные в сети, все, это проводит каждый участник обязательно, да, он обязан это провести, но это проводится один раз, потому что все предыдущие транзакции проведутся, а все, так как он участник системы, то все последующие он и так будет знать, то есть, когда бы человек не подключался к системе блокчейн, он видит всю цепочку, он видит, что, допустим, кепки загружались в 2017 году, в 2030, ну, когда там, он будет, потому что каждое движение кепки, какое бы оно ни было, оно остается в сети навсегда, поняли, поняли теперь, да, поехали дальше, могу где-то повторяться, то есть, предыдущие транзакции тоже разобрались, увидели в реальности, как биткоин проверяет, а теперь встает вопрос, вот то, что я рассказывал, но я хотел рассказать позже, но подумал, что с кепками это будет проще, встает нормальный вопрос, а как я могу доверять предыдущим транзакциям, ребята, а нам и не нужно никому и ничему доверять, вот то, что мы говорили, так как при установке программного обеспечения, например, эфира, вы получаете слепок всего, что было в сети когда-либо, то есть, валидация проводится в сети вплоть до первого блока на подлинность и целостность, ведь мы с вами уже видели, да, что ничего изменить нельзя, поэтому само понятие, как доверие или недоверие, исключается вообще, абсолютно верно, потому что сеть анонимная, и нам совершенно не важно, кто на той стороне, Вася, Вася или Петя, или это вообще, там, Джек, Боб, да не важно, на самом деле, важно на данный момент только одно, условия контракта, есть у этого Вася, Пети, Джека, Боба, 10 чего-либо, что, не важно, тут даже, пусть это будет, там, Майн, Майн, Коин, да, чтобы обменять вот эти 10 чего-либо на кепку, и важно, есть ли это кепка, вот это все установит, смарт-контракт, как только будет подтверждено, есть, один, второй, идет пересылка, доказательство является, сам контракт, мы будем рассматривать позже, потому что все подтверждает, цифровой подписью, то есть, само мошенничество здесь, исключено, здесь, ну, как вы увидели, важно, еще раз повторюсь, только наличие чего-либо, не обязательно денег, ведь, здесь может быть, не кепка, здесь может быть автомобиль, здесь может быть услуга, все угодно, вот в этом и есть, работа школы, что мы с вами будем в программном коде разбирать с нуля блокчейн, начнем с Пайтон, потом перейдем, когда будет с Пайтон, просто более всего понятно, потом перейдем к языку солидность, и наше дело внедрять и разрабатывать программное обеспечение на основе блокчейн, то есть работа с криптовалютой, строить децентрализованные приложения, но для того, чтобы все это делать, ребят, ну, по минимуму, надо хотя бы понимать, как это работает, согласитесь, это интересно, да, и последнее в этом уроке, до чего мы должны добраться, мы, система блокчейн рассчитана, что мы имеем дело с незнакомыми людьми, то есть мы с вами рассмотрели, что каждый участник при установке программного обеспечения проводит валидацию, то есть все события, которые были в сети блокчейн с самого первого дня, и все это проверяется, иначе сеть не будет работать, валидацию человек проводит один раз, мы с вами только что об этом говорили, потому что когда он участник, все остальное он увидит уже в реальном времени, как только сумма или что-либо переведено, то сделка записывается как проведенная, и никто ее не может использовать повторно или изменить, все, то есть сделка проведенная, каждый участник сети получает об этом информацию, по сути дела, именно вот эту кепку, которая была в момент времени, с определенным хэшем купить нельзя, я, конечно, там, именно в этом месте, то есть по сути дела, я мог бы, ну там можно придумать, что перепродавать, но это было все равно не эта сделка, эта сделка закрыта, информация о закрытии этой сделки хранится в сети всегда, и доступна всем аккаунтам, то есть ничего изменить, ничего добавить нельзя, она остается навсегда, теперь, ребята, в окончании этого вопроса, наша с вами задача первой части было что, то есть понять на основе биткоина и других, как работает блокчейн, и вообще мы рассматривают цифровую подпись, методы проверки, до чего мы сегодня добрались, теперь, ребята, я хочу, вы как программисты подумайте, ребят, я понимаю, что вам нужно, вы знаете, я больше полгода, вы скажете, долго, да это недолго, когда готовил школу Python, ушло 4 года, а сейчас, ну, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, ну вот 10 сентября сейчас, то есть, по сути дела, 9 месяцев на вставление плана, это недолго, ребят, просто я понял, что в систему блокчейн надо въезжать очень четко, почему? Когда мы начинаем понимать, как это работает, то есть мы теперь можем сказать, ага, нам понятно, вот вы скажете, понятно, что нам надо учиться писать смарт-контракты, ребят, но я от вас этого и хотел, вот поэтому на этом будем, но ведь вводится еще понятие проверки, понятие валидации, вы четко понимаете, что в вашем приложении должно быть некое программное обеспечение, которое это человек скачает, но ведь все это надо изучать, и вот все это мы будем изучать в школе с нуля. Теперь для участников в школе СПБ, их довольно много, которые изучают, Python, Django, вот этот сайт, знаю, не надо мне говорить, что он страшненький дизайн, ну, так вот сделан был, переделывал я его когда-то, зато информация классная, не один человек уже научился писать, да, для участников школы Django, да, то есть, смотрите, ребят, вы изучаете Python, или другие ребята, кто собирается присоединить, так же, как изучали, вы изучаете Django, так же, как изучали, единственное, что я вам говорю, ребята, расширьте свои возможности, то есть, добавьте к изучению на том же Python, это же блокчейн, когда вы включите, это быстро не будет, но в ближайшие тогда пару лет вы натаскаете себя, и именно школа эта практическая, с кодом будет, это пока мы разговариваем, чтобы понять смысл, да, так вот, и вы сможете внедрять технологию блокчейн в свои проекты, а я вам скажу главное, запомните простую вещь, которую я понял, вот с этого момента, я оследил, мы будем говорить, десятки проектов, единственную мысль, которую я увидел, это главное, что система блокчейн, дает возможность заработать и разработчику, и пользователю, и мы дальше будем рассматривать, и поймем это, то есть, по сути дела, вот это основная идея, вы становитесь, когда вы включаете в свое обучение систему блокчейн, ваша полезность сразу начинает возрастать в геометрической прогрессии, потому что, если ранее вы делали просто приложение, то со временем в каждое приложение вы можете вставить систему блокчейн, да, и идет время, разработчики блокчейн очень дорогие, очень дорогие, и будут, их никогда не будет хватать, потому что, вот я вам сейчас рассказываю, вы многие этого не знали, но я долго разбирался вот эти вот по кусочкам, да, но потом, когда я понял, насколько это бомба, я начал понимать, мне не интересно, что она там изменит в целом, да, мне важно понимать, что очень многие люди, организации, захотят себе иметь, систему, потому что, в первую очередь, это безопасность, блокчейн, это система доказательств, не важно чего, вот можно так хранить все, что угодно, понимаете, так, допустим, вот у меня есть, вот я бы, ну, к примеру говорю, вот я производитель, там, товар, завода, понимаете, если я отправляю на склад, просто, как сегодня это делается, да, я отправил на склад, и там колдовщик нахитрил, намудрил, по сути дела, с Васей договорился, Петя с Васей, да, что, мол, передали товары, на самом деле не передали, они попортились, потом продали на сторону, деньги все в карман, то, в будущем, я уверен, что, директор завода подумает, так, дело не пойдет, то есть вобьет это в блокчейн, и теперь никак, если товар пройден, то он пройден, да, и выдан кому-то, потому что тот человек, который хочет взять товар, он обязан быть в этой системе, а в этой системе определил условия, сам директор завода, и поэтому теперь, ни один товар на сторону не уходит, и вы мне скажете, это не будет использования, смешно, смешно, ребята, не будьте темными, а начинайте заниматься, я в конце для вас написал, но я не знал, как лучше объяснить, что надо сделать, вот, ну, обо мне почитайте, здесь я, видео может, смотрите, если вы считаете, что вам дается сложно, много непонятного, ребята, не опускайте руки, все, что вы проходите, я тоже проходил, помните, есть человек, который верит в вас, и это человек, Валерий Бовсыновский, рассказать вам секрет, просто начните заниматься, и все вы спросите, да, и все, когда вы начинаете каждый день заниматься, вы начинаете все это понимать, я рассказал свою историю, но рассказывал его немножко, в данный момент, потом я могу уже другую поставить, рассказывал для другого сайта, эта история не обо мне, она вроде обо мне, но о вас, начинающих программистах, о моих сомнениях, то есть то, что есть у каждого человека, посмотрите ее, поэтому, ребят, ну вот, заводом простая ситуация, простая, поэтому, ребят, это только первая часть, дальше мы продолжим разговаривать еще о многих вещах, то есть, видео будет 4 или 5, я не знаю сколько, сколько получится, но чтобы в конце концов, вы четко понимали, ах, да, сказали, теперь я точно понимаю, что такое блокчейн, просто и понятно, и теперь у меня, после этого видео, я уверен, у вас возникли категории, да, то есть, теперь вам становится понятно, что мне, по крайней мере, надо выбрать язык, что мне надо, написать смарт-контракт, что мне надо, придумать, как это будет работать, то есть, у вас начали появляться определенные мысли, ребят, так это же и есть ответ на вопросы, ради чего я пишу это видео, ребят, когда есть конкретное понятие, например, возьмем смарт-контракт, я это давно понял, поэтому не зря, на главной странице указал, разработка смарт-контрактов, далее мы будем говорить об этом, да, то есть, это основное, но ведь, когда у нас есть четкое понимание, что нам надо, есть конкретный вопрос, то и ответ просто найти, ведь, почему сложен блокчейн, а когда мы не знаем, что это такое, а когда вот я потихоньку вам начинаю рассказывать, после своего длительного, вот этого путешествия, и у вас начинаю зреть в голове то, что нужно, мы с вами, конечно, будем программировать, программировать, но это будет чуть позже, скоро дойдем до первого приложения, ребят, спасибо, подвожу итог, итак, сайт в описании видео, школа блокчейн, начинает работать, начала работать, да, где мы будем, блокчейн с нуля для Python, потом язык солидность, программирование, обучение, разработка смарт-контракторов, онлайн школа, где мы строим, децентрализованные приложения, и для начинающих разработчиков, то есть все подробно, кто меня знает, я всегда рассказываю доступно, ну, а сейчас, я думаю, завтра будет уже вторая часть, для начала вам надо посмотреть все части этого видео, чтобы у вас был целостный, целостная система, а как работает вообще блокчейн, мы используем эфир, он биткоин, и так далее, спасибо за доверие, все получится, ребят, все получится.